Первое рабочее совещание в новом году губернатор проводит в режиме видеоконференции. Поставленные задачи касаются всего региона, поэтому на связи главы районов и городов. Главный вопрос, от которого зависит и решение остальных, мобилизация доходов в бюджет 2017 года. Деньги направят на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство школ и детских садов, развитие курортов. Мы одна огромная общая команда. Поэтому задачи, которые ставятся перед замами губернатора, значит, тут же их проекцируете на свои блоки. Обращаясь к коллегам из краевого центра, из краевой администрации, министерств, департамент и коллегам главам муниципальных образований. Сейчас не будет стоять задачи для них и для вас. Задача стоит для нас, все вместе. И сразу должно быть понимание, конечный итог этой задачи – улучшение качества жизни населения. Все, друзья, других итогов и других целей я не вижу. Своему заместителю, курирующему экономический блок Вениамин Кондратьев, ставят конкретные задачи. В этом году в консолидированный бюджет края должны поступить не менее 240 миллиардов рублей. При этом финансовый документ скорректируют с учетом нужд в социальной сфере. Как бы мы ни крутились и ни говорили, что дорого, не хватает денег на жизнь, откорректируйте в рамках нужд на социальную сферу. Это самое необходимое. Социальная сфера – это реальная жизнь людей, реальная жизнь. И социально незащищенных граждан. Там деньги и в федеральном бюджете должны быть. Вот с учетом этого откорректируйте, чтобы вообще даже намека на дефицит бюджета в социальной сфере не было. В условиях ограниченности бюджетных денег необходимо искать механизмы взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом, подчеркивает губернатор. Например, государственно-частное партнерство при строительстве школ и детских садов уже принесло результаты. На условиях наших гарантий две строительные компании в Краснодаре в прошлом году начали за счет собственных средств строить школы. И в этом году в части и краевого бюджета, и федеральных программ, куда мы смогли попасть, мы начинаем строительство на территории края порядка, если не ошибаюсь, девяти школ. Надо снять другого способа, когда отберите на уровне края муниципальных образований компаний, которые готовы будут с нами строить школы, детские сады под гарантией бюджета, что вот все, что они построят, будет выкуплено. В противном случае на нет и опустить руки мы не можем. Дети рождаются, слава богу, и дети растут. Сложной в регионе остается и сфера жилищно-коммунального хозяйства. На ЖКХ приходится каждая четвертая жалоба жителей региона. В отдельных районах инфраструктура изношена почти полностью. Продолжат выделять деньги на замену сетей водоснабжения. За год их должны обновить минимум на 5% в каждом муниципалитете. Губернатор требует усилить контроль и над управляющими компаниями. Уж слишком много претензий от людей на необоснованное завышение оплаты по квитанциям. Тем более, что с июля тарифы на коммуналку увеличатся на 4%. Но в крае ведут социальную норму потребления электричества. Если не выходить за лимиты, оплата рассчитывается по сниженным коэффициентам. Самое главное, чтобы 4% не превратились в 14% в наших управляющих компаниях, а еще хуже, в 44%, когда квитанции люди на руки получат. Они должны знать, сколько конкретно и за что они платят. Все должно быть обосновано, понятно и прозрачно. Тогда не будет возмущения. Ну неужели мы не можем навести порядок с управляющими компаниями? Здесь вот два способа. Или на самом деле не те, кто наводит? Или есть другие причины, которые не позволяют навести порядок? Но есть реальные доказательства, есть квитанция. Ну прочитайте, возьмите сами одну, вторую, третью выборочно. И поймите, обоснованный тариф управляющей компании или необоснованный. Если он необоснованный, значит, четко примите меры, я еще раз подчеркиваю, чтобы она в рамках действующего законодательства или прекратила работать, или понесла ответственность. Управляющие компании, которые допускают нарушения своей работы, будут лишаться лицензии. Вот это другой разговор. Сегодня о всем собравшемся глава региона также напомнил, что до конца года необходимо закончить работу над стратегией социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Александр Иванченко, Денис Пелец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.